В Майкопском районе прошел 19-й слет радиолюбителей Юга России. Организаторами фестиваля стали Республиканское отделение Союза радиолюбителей России и Майкопский радиоклуб. С каждым годом география участников расширяется, как и их количество. Об интересных событиях нынешнего слета в репортаже Саиды Сиюховой. Приехала, кто подошел ко мне, зареистрировалась. 262 человека с женами, с сестрами и всеми остальными. Уже 19-й год слет радиолюбителей Юга России собирает в Адыгее около 300 участников. Для них эти три дня не только возможность проверить свои навыки, но и встретиться лицом к лицу с обладателями знакомых позывных, а также познакомить друг друга со своими чадами и домочадцами. С ними количество участников слета увеличилось до 400 человек. Традиция берет из Токио с 1998 года. И каждый год набирает все больше и больше участников. И география расширяется. Практически со всех регионов я видел, ребята приезжали. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Рязань. Даже не говоря уже про весь Южно-федеральный округ, который представлен в полном объеме. Сейчас радиодвижение в стране развивается медленно. Дело в том, что большинство энтузиастов – люди старшего поколения. Молодежь радиосвязи чаще предпочитает социальные сети. Изобретениями Попова, Маркони и их преемников интересуются единицы. В Адыгее, например, единственный школьный радиокружок существует в станице Геогинской. В нем регулярно занимается 20-30 человек. Его руководитель уверен, без новой крови радиолюбительское движение развиваться не будет. В Японии больше 2,5 миллионов радиолюбителей, имеющих лицензию. К сожалению, у нас в России это как бы убывающее сейчас. В основном, вы видите, это уже люди возрастные, молодежи очень мало. Тем не менее, сейчас потихонечку идет молодежный радиоспорт, начал развиваться. Постоянным членам кружка вручили на слете первые книжки радиолюбителей. Для них радиосвязь – не просто увлечение. Такие специалисты – клад для армии, служб в осенне силовых структур, не говоря о технических профессиях. Для этого у ребят из станицы уже есть некоторые знания и достижения. Так, Валерия Соловьева, занимаясь чуть больше года, находится в числе лучших женщин-радиолюбителей страны. На чемпионате России в прошлом году она заняла третье место. На двух эфирах по 4 часа каждый. Она успешно установила и провела связь с 680 коллегами. Я провела в эфире 8 часов. Это было очень познавательно и интересно, потому что ты общаешься с разными людьми, и ты не знаешь, кто попадется тебе следующий – мужчина или женщина. Очень интересно общаться с людьми, которых ты никогда не видел в лицо. Один из основных конкурсов слёта прошёл на коротких волнах диапазоном 144 МГц. В течение получаса радиолюбители должны на своих станциях установить как можно больше радиосвязи с другими участниками слёта. Важно записывать позывные и время выхода на связь. Кроме этого конкурса участников слёта ждало ещё много других. И не только по радиоэфиру. Волейбол, тест по радиосвязи для женщин, а вечером – концерт самодеятельности и лотерея. Всё это оставит у них приятные воспоминания. А может быть, даст повод приехать сюда через год на юбилейный 20-й год.